Приветствую, друзья! И сегодня у нас в гостях Артём и Марина. Как у вас называется телевидение? У нас называется сообщество «Дюссельдорф по-русски». Это на фейсбуке, мы в основном на фейсбуке. И у нас информационно-развлекательный портал. А, вот так вот, да? Для русскоговорящих жителей Дюссельдорфа, округи, Германии. А также у нас есть подписчики из стран бывшего Советского Союза. Есть даже из Индии. Есть русскоговорящие. Два с половиной человек. И, может быть, рассказать свои истории, как попали в Германию? Я из России долгих уже 25 лет практически в Германии, в Дюссельдорфе с 2002 года, то есть уже тоже довольно-таки давно, приехала сюда, будучи студенткой. У меня нет немецко-русских корней, немецко-еврейских корней. То есть езда получалась через студенческую жизнь. Это официальная версия. У Марина здесь погона, она, конечно, была заслана как агент. Да, вот училась в Сарбрюкене и вот таким образом после учебы оказалась в Дюссельдорфе, где я сейчас и проживаю. Я в Германии с 2004 года, приехал с родителями, сам родом с Украины. Всем землякам привет, кто будет смотреть это видео. И сразу переехал в Дюссельдорф и здесь все это время жил, в Дюссельдорфе. То есть уже давно? Уже давно здесь, да? А познакомились, да? Да, мы с Мариной познакомились, создали этот совместный проект, который называется Дюссельдорф по-русски. У нас также есть группа в Германии, Германия Live. Очень много грузкоговорящих жителей, проживающих здесь. Вообще интернет объединяет, мы так и с Лешей познакомились через YouTube. Да, и на вышли, соответственно, так. В нашем сообществе мы сообщаем о происходящих событиях в городе, в нашей земле. О мероприятиях, делаем интервью с врачами, с бизнесменами, проводим семинары с торгово-промышленной палатой. То есть как-то хотим так создать информационное поле. Очень много чего всего происходит, но люди об этом не знают, поэтому обращаются к нам, и мы их вещаем. Так, в формате телевидения, скажем так, немецкого телевидения, Дюссельдорф по-русски. Подписывайтесь на нас. В Фейсбуке. В Фейсбуке, да, мы в основном, у нас есть и в Инстаграме, есть и в Ютьюбе небольшой канал, но мы его не развиваем. Ну, рук мало, рук мало, не успеваем. В основном мы сидим в Фейсбуке, и там вот общаемся с нашими подписчиками. Тусуемся. Отлично, отлично. Это как было с языком, когда приехали? Так как я учила при университете, мне было очень легко. Мне было мало лет, я приехала и училась в студент, коллеги называется, и довольно-таки легко, не имея общения на русском языке, как бы учишь ребенком, 18 лет легко, не было. И училась в университете, как бы удивлялась всегда немецким студентам, которые, учась на родине, на своей, в Германии, плохие оценки получали. Или я, типа, приехал с Россией с чужим языком, получала такие же адекватные, как и они. Мы, быстро, непонятно, как-то они на своем родном учатся, так не очень хорошо. Даже так? Даже так? Кстати, на эту тему сразу вопрос. А вот мне здесь кто-то сказал, что здесь интеллектуальный уровень немцев немножко пониже, чем вот как-то вот... Трудно так сказать, как бы одной гребенкой, да, потому что мы на себя здесь ощущаем, то есть я на себя лично. Это как этот штамп, что если я с Украины, я люблю выпить. Ну, неважно, с Украины, с России. Был случай, полицейские останавливаются, смотрят права. Он говорит, судя по имени, вы с Украины или с России? Я говорю, бинго, с Украины. Он говорит, ну, вы выпили? Нет, сколько вы выпили? Да, сколько вы выпили? Я говорю, а почему он должен был пить? Я говорю, я давно спиртное не пью. А у него вот оп, и не пошло. Вот как-то вот штамп не сработал. Да, поэтому сказать в Германии по уровню сложно. Все зависит, конечно, от людей, от их образования. Есть и такие, и другие. От желания учиться. Но система школьная немножко отличается от советской. Нет, если говорить про систему, как было в Советском Союзе, и как сейчас в Германии, я думаю, что и России, допустим, не все так хорошо или не все так плохо, как говорят. А система отличается, просто время другое. Время другое. Детей не учат писать. Здесь, да, такое есть. Мало, дети пишут, да. Исправляют ошибки очень мало. Дают первым там 2-3 года в начальной школе ребенку писать с ошибками, считая, что он сам как-то научится на работе. Читают мало немецкие школьники. Ну, что-то он за 3 года уже привык к этим ошибкам и так писал всю жизнь. Практически ничего не учат наизусть. То есть это нормальная форма обучения, когда людям, детям дают задания, они в форме крестиков выбирают ответ. То есть такая вот упрощенная система очень много на компьютерах. То есть в зависимости от школы, но по сравнению опять с тем временем, когда мы учились, конечно, немножко слабее, наверное. А вот та Германия и эта Германия сейчас уже вот она как-то отличается там в 2000-х годах? Да. Отличается? Хаотичная она, наверное, стала более... Я приехал в Германию в 2004 году. Я раньше. Я могу сравнить только за этот период. Судя по Дюссельдорфу, где вот в основном я проживал, опять же, мое мнение, стало грязнее на улице. Качество улиц стало чуть-чуть хуже. Качество общественного транспорта стало хуже. Вот. И, как я вижу, мне кажется, даже и криминальная обстановка изменилась не в лучшую сторону. Криминалов, что-то он здесь есть? Он здесь, наверное, был. Да. Всегда он есть и будет есть. Нет, никогда и раньше не было там в начале, в середине 90-х, не было бездомных на улицах. Вот реально не было. Сейчас даже в центральных улицах, где вот полиция контролирует порядок, сидят люди, попрошайничают. За последние годы их становится все больше и больше. Я думаю, просто уровень жизни стал сложнее, ухудшился. А как в любой стране, когда уровень жизни ухудшается, появляются и криминальные ситуации, и люди становятся злее от этого. И, наверное, это совокупность проблем, которые мы сейчас ощущаем, особенно те, кто приехал в Германию 15-40 лет назад. То есть есть с чем сравнить. Мое, как бы, в такой взгляд, не в лучшую пока сторону и меняется. Не в лучшую. К сожалению, да, в принципе, вот. Хотелось бы, но уже как есть. А у вас в смысле не было вообще, как уехать в Россию? Скажу честно, первые годы очень хотелось. Когда только переехал в Германию, первое время, потому что друзья остались там. Также вот ты поднял тему с языком. Я сюда уже приехал в таком возрасте преклонном, там 24 года было. То есть я закончил университет в Украине, и как бы уже у меня сформировалось мое вот это философски-языковое поле. И, конечно, в этом возрасте учить язык. Я разговариваю, но все равно чувствуется акцент. То есть любой немец поймет, что я не местный. И, конечно, первое время образ жизни, друзья, менталитет. Многое, что трудно было мне принять. Потому что в 24 года у меня уже как-то был свой костяк, как я это все вижу. И при этом, да, вот первые 3-4 года иногда были мысли, а может быть, все-таки вернуться. Но что помогло, в принципе, каждое лето ехал на родину, встречался с друзьями. А потом здесь уже пошла какая-то работа, уже какие-то свои знакомства. Год не приехал, второй не приехал. И уже, знаешь, как-то вот... Все проще стало. Не проще свыкся. Привык. Скажем так, привык. Потому что, мне кажется, в Германии, как в любой стране, есть свои и плюсы, и минусы. И проблем тоже хватает. А какие проблемы? Ты понимаешь, как бы, смотря в какой сфере. Вот давай начнем с медицинской сферы. К хорошему врачу попасть, надо ждать от 3-х месяцев термин. От 3-х? От 3-х месяцев. Нет, нет, если у тебя есть витамин, такое специальное знакомство, связи. А, все-таки здесь тоже это есть, да? Ой, еще как. Серьезно? Серьезно. Связи все-таки здесь? Да. Сразу вопрос с коррупцией напрашивается. Что же это возникает? Ты понимаешь, что пока, скажем так, не будем говорить на виде, что это коррупция, скажем так, это просто связи. Вот если у тебя есть связи, ты получишь термин. Если нет, ну за 3 месяца можно ласта склеить. Можно это оспаривать, как бы сказать, что этого нет, но это на самом деле есть. То есть система знакомств, понятно, что есть частная страховка, если мы говорим о медицине, есть государственная обязательная. Она тебе дает немножко широкий, обширный выбор врачей, скажем так, каких-то терминов временных рамок. Но, в принципе, попасть к хорошему специалисту, врачей очень много, да, тебе нужно все-таки будет иметь связи, знакомства. Все-таки так, даже получается, страховка платная, и все равно надо связи, знакомства, да, получается? Да. Ты плачешь за немаленькие деньги, как я понимаю. Да, да. Здесь дорогая страховка, получается, да, Витя? В зависимости от доходов здесь по-разному существуют. Здесь страховка зависит от твоей прибыли. Да, от дохода. Скажем так, это от 270 евро, как государство называется, страховка, до там 400, 500 и выше. И ты на социальном каком-то обеспечении, то она, соответственно, бесплатный принимает город. Ну, если ты хочешь страховки частную, еще доплачивай, да, то есть там еще там 600, 700, в зависимости какие-то. Да, в зависимости от 600. Это в месяц. Да. Это только надо получать, чтобы вот 600, 700 только застраховка. Теперь вернемся к следующей сфере. Мы затронули медицинскую проблему. Сферу сколько надо зарабатывать. Мне кажется, в Германии, ну, может быть, другие страны тоже есть, где-то в Европе, где большинство... В принципе, Германия – это страна с большими налогами на прибыль. То есть, если ты хорошо работаешь, там, с 1000 евро, ты можешь 400 евро отдать налог. С 1000, 400, половину можешь считать, половину. Ну, скажем, чуть-чуть меньше половины, там, 35-37 процентов налог на прибыль ты можешь отдать. К этому у тебя там какие-то разные страховки, какие-то выплаты. То есть, в принципе, если считать грязными деньгами, вроде бы, сумма хорошая получается, да, тоже, как говорят, там, вот в Германии хорошо там учителя зарабатывают. Грязная зарплата, грубо говоря, там, 3000, на руки дается 2000. Да, ну, треть забирается всегда. Да, при этом, если ты живешь в городе, например, в Дюссельдорфе, трехкомнатная квартира будет стоить 1000-1100. Трехкомнатная квартира, да, ну, ты в Дюссельдорфе работаешь, тебе так удобно. Вот ты, учитель, получил чистыми 2000, 1000 отдал на квартиру. Сразу? Сразу даже никто спрашивать не будет. То есть, это, как бы, еще одна сфера, где, мне кажется, немножко зажимают руки малому и среднему бизнесу. Ну, можно чуть-чуть отъехать в сторону от Дюссельдорфа, и ты ту же самую квартиру снимешь немножко подешевле, но, соответственно, тебе нужно транспортно добираться до твоей работы. И, соответственно, дополнительные расходы. Утром стоять частик в пробках, да, и поэтому тут уже такая игра, как бы, баланса. Либо ближе жить к работе, дороже платить. Германия очень дорогая. Многие, кто смотрят со стороны и думают, читают о Германии, думают, что все так здесь красочно, легко и просто. Но, когда здесь живешь, на самом деле, понимаешь, что нужно много работать. Серьезно? Серьезно. А почему так вот система разве, все-таки, вот если так внутри ее копнуть? Социально, да, да. То есть, с одной стороны, Германия очень много дает социальных плюсов, даже тем людям, которые с ограниченными возможностями, там, старикам прошлого поколения, да, сейчас пенсионный возраст повысили, выплаты пенсионные ежемесячные повышают ежемесячно. Германия тебя социально застраховывает, конечно, да, то есть, может быть, вариант, там, бизнес не пошел, все. Дадут тебе всегда какую-то... Тебе все равно не оставят без какого-то минимального пакета еды, без жилья, без медицинской страховки. И, конечно, они так это делают, как бы, баланс, то есть, тут больше налогов, но зато распределили, вот как бы так, и при этом, может быть, из-за этого, ну, все смирились, то есть, понимают, что у каждого в жизни может быть такой момент, когда все хорошо, а завтра что-то не пошло, и ты не остаешься на улице один, без жилья, без ничего. Но при этом, конечно, эти выплаты, они большие, и тоже мы-то с тобой, как люди из интернета, медийщики, вот, начинаешь критиковать Германию, сейчас комментарии пойдут, уедьте оттуда. Нет, нет, мы не критикуем, мы говорим, как есть. Нет, в Германии все плохо, да, значит, уедьте. Когда я говорю, что в Германии все хорошо... Вот, я хотела сказать, что очень много... Значит, наоборот, ты там продался за немецкую колбасу. Я, наоборот, хотела сказать, что многие люди, то есть, опять не ставим к лишению... Это отрицательное, поэтому, когда меня тоже мои друзья спрашивали, когда переехал в Германию, как там, классно все, я говорю, честно скажу, что-то есть классно, что-то не очень. Ты, наверное, сам по парковкам, по бензину, по дизелю, да, цена, какая во Франции или какая Бельгия, какая Германия, в Франции дороже, да, в Германии тоже цена складывается, когда Люксембург, если сравнить, все равно такие... При этом тот же интернет, ты уже тоже здесь в Германии на территории, то есть, ты понимаешь, что интернет в Германии, это еще тот интернет. Понимаешь, что в Германии, ты, во фронт, расскажи, у тебя эта карточка, гигабайт, наверное, 100 до тебя дали? Значит, по Франции 120 гигабайт, по Европе, по остальным частям 25 дает. Сколько она стоит? 20 евро в месяц, первый месяц плачешь 30, 10 евро берут за сим-карту. Такого здесь вообще нереально. В Германии это просто мечта. Это просто мечта. Когда во Францию съездить, все будет нормально. Да, едем во Францию, берем, и все у нас будет нормально. Да, поэтому как бы тоже есть их положительный момент, есть отрицательный, но когда ты живешь уже здесь много лет, ты сравниваешь, привыкаешь, а потом уже когда с годами, уже иногда нереально, когда-то вернулся что-то, начать заново. То есть, находишь свои какие-то пути решения проблем. Ребята, расскажите о немецкой системе, как вот она так вот, так они смогли построить, чтобы вот и вроде бы люди были нормально в достатке, и в то же время там не было таких вот бедных. Как вот все-таки вот она работает? Можно я начну, так как ты тут здесь уже 40 лет в Германии. Я просто скажу, что в вопросе я немножко с тобой не согласен. То есть, люди в достатке и люди, которые там не сидят на улице, уже не соответственно, потому что вот люди в достатке как-то мало. Серьезно? А людей на улице уже хватает. Мы к тебе ехали, приезжали, кто знает, в Дюссидорфе, Берлин-Ролея, там возле Эдека магазина. Женщина живет уже полгода на остановке. Мы тоже хотим с Марина к ней подойти, может быть, какое-то интервью заснять, не знаем, это немецкая женщина, нет. Что меня поразило? Аккуратная, то есть не какой-то алкаш там, да. Аккуратно в очках, аккуратно сложенные вещи, чистая. Но я ее увидел с октября вот того года. Она периодически уходит с этого места, сейчас она там. По будням я проезжаю, она всегда там сидит. Да, ждите видео. По будням, да? Это как будто получается о том, как ты сказал, что если вдруг там с работы тебя увольняют, ты сразу идешь в социал. Да, тебе как бы будут платить какую-то выплату по безработице, найдешь какую-то квартиру, будешь жить. А с другой стороны разные ситуации, судьбы, непонятно. Но с другой стороны, по поводу вот этой имиджа, да, Германия, я не критикую Германию, потому что у каждой страны есть, кому ее критиковать. Но когда при мне в центре города наркоман сидит и в ногу ширяется. А, прям так даже? А в открытую все? В открытую, ну, снял штаны и сидит, и ширяется. Для меня это дико, потому что я когда приезжал в Германию, я думал, этот бренд Made in Germany. Ну, это вот... Не, ну, как правило, турист идет по красивым улицам. Да, понимаешь, как бы, я не знаю, как долго ты будешь в Германии, может быть, мы с тобой просто по Дишидорфу проедемся, не знаю, был ты в центре или нет. Центр красивый. Да, мы тебе покажем туристический центр. Отлично. И потом тебе покажем там, где, ну... Люди живут. Где Марине лучше с нами не ехать, понимаешь? А, хорошо. Да, то есть мы с тобой пройдемся, ты посмотришь и скажешь, где я. Вот, поэтому смотря на что смотреть. Да. Она разная в Германии. Разная, разнопалная, да. Да, есть очень красивая, вот, очень такая люксовая, гламурная, где все очень красиво, все хорошо. И очень драматично. Вот, а где-то есть, что этот весь там люкс создается, человек берет там 6 миллионов кредит в банке, чтобы создать какой-то красивый там свой салон. 6 миллионов евро. Ну, да, да, конечно, да. Все, что слушает о ней. Чтобы создать эту упаковку и чтобы к нему пришли люди на какие-то там процедуры или там открываются, да. То есть очень все, я говорю, мы за то время, что тоже... Крешей очень много. Да, очень много вот упаковок, где внутри копнул, там пусто, там ничего нет. Но при этом вот витрина красивая. Сверху или такой, да? Конечно, да. Это пыль в глаза называется такой, да? Пыль в глаза, да, может быть, для какого-то концепция маркетинга. Вот поэтому, говорю, но с другой стороны, вот кому здесь действительно хорошо, ну, как сказать хорошо, смотря с чем сравнивать, это, наверное, пенсионерам. Все-таки с годами у нас появляется больше болезней, и покупать за свои деньги таблетки, либо по страховке, которые будут привозиться, это две разные вещи. Тем более, есть разные болезни, разные таблетки и по цене, и, конечно, уход здесь совсем другой за больными, за стариками. То есть об этом, конечно, огромный плюс Германии. Это что касается пенсионеров, что мне еще, допустим, нравится. Вот плюс, теперь я плавненько в плюсы, потому что просто запишут в каких-то этих... Не пишите, как я их говорю. Здесь я не видел бездомных животных. Для меня это больная тематика, как бы. Ну, мне жалко очень животные, которые наши, например, там купили, дети поигрались, выкинули, они там бегают, там ставят. Я с 2004 года в Дюссюдорфе, вот лично я не видел бездомных животных. Вот не видел ни собак, ни кошек. То есть такое отношение к животным. Есть, конечно, психи. Но, грубо говоря, если ты оставишь в машине летом собаку, закроешь окно, окно, тебе через 5 минут кто-то подойдет, сделает замечание. А вплоть до того, что при мне было, вызвали службу, выбили стекло. Ну, не было хозяина машины. Такие случаи есть, да. И вот, то есть само это отношение к животным, то есть это как бы большой плюс. Плюс даже такая идет пропаганда, если ты возьмешь собаку из приюта, тебе какое-то послабление за нее налог. Ты можешь купить какую-то породистую за 5 тысяч, но ты будешь за нее платить в год полторы-2 тысячи евро. Ну, такой налог города. Но если ты говоришь, а я пойду в приют, возьму собачку, которая одна, тебе идет какое-то послабление. То есть я говорю, я сам знаю людей, которые брали вот в приютах там собачьи, кошки. В общем, у нас есть и плюсы. Ну, конечно, плюсы есть кругом. Везде есть плюсы. Так, я думаю, какой плюс сказать тяжело. Вот что сказать о Германии системе. А вообще вот здесь как-то малый бизнес, здесь как-то гнобят или все-таки дают им развиваться? Ты знаешь, плюс какой. К тебе не придет пожарный или полиция не будет вытягивать деньги. С тебя это вытянет просто государство в виде налогов. В виде налогов. А налогик тут вообще как-то... Динамически. Укрывается или как-то люди... Смотря в какой сфере бизнеса. Ну, например, хорошо, например, открыл я маленький кафе. Кафе. Понятно, что ты не каждому пробьешь чек через кассу. Ну, да, да. Значит, все, ты можешь укрыть что-то. Значит, они проверяют это все дело, смотрят? Периодически проверяют. Могут зайти там контрольную закупку, сделать, а могут предупредить тебе письмо, что мы там 5 марта к тебе придем с проверкой. И ты 5 марта все пробиваешь. А, 5 марта. Именно в один день. Ну, конечно, да. То есть они заранее должны тебя подготовить. Проверки, конечно, разные случаи есть. Есть какие-то бизнесы, где только надо, конечно, все показать. В налог здесь динамический. Нет, здесь всякие страховки, есть зависимости от бизнеса. Мало зарабатываешь, маленький налог. Больше зарабатываешь, налог растет. То есть такая, знаешь, как бы не фиксированный налог, там вот я плачу 5% и все. Ты платишь в зависимости от прибыли. В зависимости от прибыли. А как вообще они это смотрят, что мало, не мало? Каждый год ты должен подать отчет финансовый. Личный, свой персональный. Где ты показываешь свои расходы, прибыль. Они это все смотрят и тебе в конце года делают вередикт, что вот, Леш, в следующем году ты наплатишь 30% от прибыли. Маленький бизнес, маленький предприниматель до 19 тысяч в год оборотов. Ну, плюс-минус. Сейчас мне 17 было. 17 или 19. Сейчас 19 стало. И ты как бы не платишь на долог на добавочную стоимость. На прибыль. На прибыль. И в течение двух или трех лет финансово тебе выгодно такую маленькую фирму иметь. Но потом сразу же, если ты переходишь границу эти 19 тысяч оборота, у тебя становится, что там 30-40% забирается от этой прибыли. Сразу же. Ну, там, когда начинаешь хорошо зарабатывать. Ты переходишь на следующую ступень доходов, соответственно, и у тебя сразу государство требует все это. Есть поддержки, когда ты пишешь интересные проекты с людьми, которые занимаются финансистами, бухгалтерами. Ты можешь даже выбить какой-то бюджет стартовый. То есть, если мы говорим о поддержке, то есть, ты хочешь открыть бизнес, до этого тебя не было. Ты, как юный предприниматель, идешь, пишешь свой бизнес-план, тебе даже могут выделить какие-то тысячи на покупку оборудования того же компьютера купить. Или еще что-то. Даже такие варианты. А получается, если средний все-таки у меня бизнес пошел, я начал платить. Тут людей не зажимают как-то, чем не сказать, что нет смысла работать много. Потому что... В зависимости от того, что ты хочешь. И в какой сфере. И в какой сфере. То есть, если кафе, если ты этим живешь, и тебе все равно, либо ты дома сидишь, либо в кафе, ты, конечно, будешь работать каждый день. Да, и тебя там трогать не будут. Ты знаешь, никто там не придет, там, с тебя требовать какие-то деньги. Если ты хочешь заработать на какой-то автомобиль, ты, соответственно, должен показывать эту прибыль. Потому что в какой-то момент тебе придут, скажут, ага, как это ты сидишь на социале, да, то есть, тебя социально помогают, у тебя нет работы, ты безработная. Потом, ты купил. Или, например, ты показываешь легально небольшую прибыль с кафе, да, мы уже на тему кафе говорим, ты говоришь, я не всем выбиваю счета, кофе наливаю так, касса в карман идет, и покупаешь такой автодом там за 78 тысяч. Да, тогда спросят, соседи же скажут, ого. Соседи капнут, скажут, ну, Леша приехал с России, тут у нас два года, уже открыл кафе, вроде бы как бы... Нету оборотов. Нету оборотов, но купил дом за там 78 тысяч. Тебе, конечно, спросят просто показать, откуда эти деньги. Показывай. Да, это, говоришь, ну, там, подарили друзья, там еще что-то такое. То есть, есть такая система, где могут спросить. Не факт, что тебе, господи, ты можешь 10 лет работать, никто не придет. А могут на второй день, у меня там знакомые тоже открылись, через полгода пришли, им там не понравилось, как у них кухня в кафе, не понравилось, как у них там еще что-то, какая-то. Ситуация там неправильно, где-то там инструменты лежат, то есть, как повезет и как с этим дальше бороться. Но, в принципе, сказать там зажимают, нет. Если по-честному, как бы ты не хочешь там как-то там что-то мутить, по-черному, официально, по-белому, работать, тем более в разных бизнесах, разные какие-то сетки налоговые. Здесь тоже нужно понимать, что уровень дохода, у них как бы есть определенная ценовая политика, да, то есть выплат политика. Если ты адвокат, то твоя услуга, допустим, не может стоить дешевле, чем там 150 евро в час, скажем так. Если, соответственно, ты электрик официальный, который приходишь, у тебя там будет тарифная сетка есть, то есть у тебя будет услуга электрика, может быть, 40 евро стоит, садовника там 25, да, то есть есть определенная планка услуг, да, вот не планка услуг, а тарифная сетка, по которой, имея эту профессию, ты можешь ожидать, что тебе такие деньги будут платить, и от этого, соответственно, уровень твоего бизнеса, твоих налогов, твоего достатка четко вот по такой системе работает. А не секрет, чем вы занимаетесь? А сейчас основное время, вот по времени, да, то есть не по материальному, а по времени, мы, конечно, инвестируем в Дюссельдорф по-русски в наш проект, да, но если взять, как бы это откинуть, я занимаюсь маркетингом, IT, интернет-страницами, но в основном как бы social media маркетинг, то есть в этой сфере. А я занимаюсь перманентным микражем и являюсь косметологом, работаю в практике у доктора Хилтона, это у нас в Дюссельдорфе большая кожная клиника, и там я работаю уже на протяжении 10 лет, успешно довольно-таки, вот, но мы очень хотим, чтобы Дюссельдорф по-русски стал разросся в большое сообщество с большим количеством подписчиков, к чему вас не призываем, подписывайтесь на нас тоже. Очень хорошо. Ребята, вот скажите, вот путешествую сейчас по Германии, приехал сюда, хочу здесь остаться жить, у меня российский паспорт, виза действующая, я могу вообще так остаться, вот, и как вот я вот здесь, как я могу реализоваться? Первое, что проблема будет, это, конечно, снять квартиру с российским паспортом, потому что все, кто дают квартиру в аренду, они хотят стабильность, то есть они не поймут, да, ты сегодня живешь месяц, залог с тебя возьмут? Да, залог с тебя возьмут, там, в лучшем случае, три месяца, вот, а могут вообще квартиру не дать, потому что ты в любой момент сорвался и уехал, понимаешь, как бы вот, и, я думаю, и с работы, я не знаю, какая у тебя виза, имеешь ты право на работу или нет? Теористическую, конечно, исключительную имену. Поэтому, конечно, скажем так, официально сложно, неофициально можно найти где-то, кто-то квартиру пересдает свою, то есть поехал к родителям, у него пустуют. Ну, визу ты не получишь, потом, когда ты будешь выезжать по этой визе просроченной, если ты восстаешься, то есть ты остаешься, рискуешь, да, ты остался, потом ты когда-то все равно вдруг выезжаешь за пределы Германии, тебя в Германии ставят штаб, что ты выехал, ты потом, скорее всего, пару лет минимум не сможешь заехать в Германию, то есть не получишь немецкую визу. А как там другие посольства, другие страны к этому относятся? Сложно паспорт не показывать, потому что ты захочешь какую-то немецкую карточку банковскую, ну да, где-то что-то проплачивать. Можно, конечно, договориться, что где-то будешь жить нелегально в квартире, платить по-черному за квартиру, где-то, может быть, даже теоретически найдешь работу, вот как нелегала. По-черному, если есть работа нелегала? Есть. Я думаю, что как в Испании есть. То есть в Испании уже часто мог, раньше было очень много, я тоже знаю. Да, здесь есть, здесь, конечно, штрафы большие, сейчас сложнее найти работу, ну, мне кажется, да, можно найти. Можно, наверное. Конечно, такую неквалифицированную, то есть тяжелую какую-то физическую работу. Но потом с рисками, я думаю, что... Да, но опять же, у тебя будут риски на работе, потому что сейчас периодически проверяют, там, те же стройки могут проверить, знаешь, тоже ресторан проверить, также где-то жить, ну, соседи есть кругом, понимаешь, смотрят, как будто... А, лучше... Качество развито, да, уже... Знаешь, не то, что развито, но это есть. Но это есть. Можешь в такое качество, берешь газонокосилку, хочешь, допустим, в воскресенье, в воскресенье, ты можешь постричь траву как бы, в России это вообще, в воскресенье это рабочий день, скажем так, дома что-то нужно сделать, газонокосилку включаешь, и сразу есть такие орнуксамт, сразу полиция правил, звонят в дверь и говорят, что вы не имеете права включать в газонокосилку, в воскресенье вы шумите. Судя по тому, как ты расскажешь, это из личного опыта. Из личного опыта, да. Надо сказать, что там 29 февраля, у меня день рождения, будет шумно, там до 12 часов ночи, я буду шуметь, предупредите. И, то есть, возможность, соседи, может быть, не позвонят, но есть такие бабульки, дедульки, люди, которые хотят спать, отдыхать, они вполне возможно позвонят в полицию, и приедет тебе опять этот орнуксамт, это специальное подразделение полиции, которое за порядком, полиция порядка, скажем так. А, тут разные полиции, одна за депаши, другая за порядком, разные, два полиции, если приезжают. Да, 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 то есть такое можно пережить, поэтому стукачество в таком формате, что есть правила, уходишь из этих правил, вообще Германия, она такая, с одной стороны. Узко вот эти, узко сюда. Это иногда очень хорошо, да, то есть ты знаешь четко свои границы, понимаешь правила, и придерживаться их нужно, и они прописаны, и это хорошо. С другой стороны, шаг влево, шаг вправо, всегда он есть, можно его найти. Самое обидное, понимаешь, я когда приехал в Германию, знакомых не было, там, не занимался проектом, вообще никого не знал, я думал, что если для меня эти правила, они правила для всех. Да, их. Да, то есть, если говорят, все идем там на левую сторону, все идут на левую сторону, думаю, ну ладно, со всеми, ладно, пойду, да. Пожив немножко в Германии, я понимаю, почему-то кто-то ходит по правой стороне, то есть как бы нельзя, но кто-то ходит. И сегодня уже там, пожив сколько лет в Германии, я понимаю, что правила есть, и все должны придерживаться. Но если очень хочется не придерживаться, есть связи и возможности, не придерживайся. А, вот только если связи и возможности. Конечно, то есть нам надо даже в совокупности быть связи и возможности, как бы не придерживаться каких-то правил, поэтому это, в принципе, в любой сфере. Какие примеры есть? Ну, с косилкой вот, Марина никак не могла в воскресенье покосить. Но если бы Марина была бы адвокатом или нотариусом, и к ней бы подъехали, думаю, тебе бы ничего не сделали, потому что есть определенная группа людей, с которой они хотят связываться. Итак, друзья, ссылка на сообщество ребят и ссылка на их канал будет в описании. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok